Друзья, всем привет! Сегодняшний лайфхак будет посвящен идеальной мульче. Стою я сейчас возле своего птичничка, да, возле загона, и поймал себя на мысли, что идеальный запах, просто, ну, запах очень приятный от птичника, потому что только что сюда пролил литров 10, наверное, ну, разбавленного концентрата М-бактерий. Ну, просто аромат вкусный стоит, знаете, как компотом пахнет, какой-то фруктовый запах, ну, дождь прошел, да, а у меня здесь птичка кушает и, сами понимаете, что еще делает. Значит, ладно, к делу. Я несколькими способами посадил здесь фасоль, фасоль и горох. Один из способов это, как видите, в картон отверстие, там внизу лежит мульча, про которую мы сейчас с вами поговорим, и немножко травы. Все тоже обработал им бактериями, жду всходов. Ну, и самое главное, то, чем я хотел поделиться, вот еще один способ, что я сейчас сделал. Я вырыл канавку, всю землю отнес я своей птичке. Сейчас объясню, почему. Что, чего, зачем. Когда наступила весна, было, как сейчас помню, 1 марта, я расчистил сугробы и засыпал птицам мешков 10 листвы. Правильно. Чистая, собранная в санатории листва. Здесь по соседству я привез пару камазов листвы и, в общем, использовал подстилку, ну, то есть, вокруг сугробы, а птичка у меня ходит по сухим и мягким листикам. То есть, вот это было забавно, то есть, птице не было холодно зимой. Через месяц я собрал, через месяц я собрал весь этот, всю эту подстилку, в черные большие полиэтиленовые пакеты и положил на солнышко. Все, что я сделал. Добавил туда еще немножко бактерий. Но бактерии я постоянно добавляю, чтобы не было запахов, чтобы все ферментировалось. В общем, после того, как я добавил эти бактерии, получилась вот такая вот мульча. То есть, я в канавку положил уже проросшую фасоль и мульчирую таким вот образом. Что мы имеем? За счет того, что у нас канавка, вода будет любая. Либо я буду поливать, либо дождик. То есть, влага всегда будет в канавке. И я мульчирую вот именно такой мульчей. Прелесть в том, что месяц они мудохали лапками, да, когтями, скапывали всегда. И немножко это даже очень похоже на... То есть, если бы это была бы свежая листва, да, свежий опад, это было бы одно. А это все перемешано с птичьим пометом и с землей. Именно с землей. И получается такой достаточно влагоудерживающий субстрат. Сами понимаете, он еще и хорошо обогащен азотом. Здесь нет уже никаких аммиаков. То есть, все испарилось в черных пакетах за месяц при высокой температуре. То есть, от листвы пахнет все приятно. То есть, никаких даже намеков на аммиачные какие-то там вот эти вот пометные запахи нет. То есть, 0%. Вот, естественно, будет часть вторая. Назовем это видео «Идеальная мульча». Я подозреваю. Я не утверждаю. Это моя гипотеза. Я думаю, что будет именно так. Так, дальше посмотрим, какие ваши мысли можете писать в комментариях. Может быть, кто-то уже делал подобные вещи. Тоже делитесь своим опытом. Будет бесценно. Мы еще не раз поговорим о подстилках. Подстилках для кур. И я больше чем уверен, что тема, связанная с птицами, она очень... Этот контент очень востребован среди моих подписчиков. Все те, кто подписался на мой канал, когда он еще был четко только по черной львинке. То есть, я убежден, что заводчики черной львинки это в первую очередь птичники. Поэтому уверен, что вся инфа будет полезной. Продолжение следует...